Привет всем! Нахожусь на новом бульваре на пересечении Авроры и аэродромной. Но начинается он вовсе не там, а на пересечении с Марис Тереза. Сейчас проведу для вас видеоэкскурсию. Первое, что бросилось в глаза, так это поменяли плитку. Плитка совсем другая. Я, кстати, по этой улице ходил в школу. Прям с обстановки общественного транспорта. Скамеечку поставили. Очень удобно мамам с коляской сидеть. Обратите внимание. И особенно, что вам понравилось, так это фонари. Они, конечно, очень классно сделаны. Но так как я сейчас... Сейчас у нас не ночь, поэтому они выключены. Но, конечно, вечером вот все очень круто выглядит. Очередной подятел, брейкл со своей долбанутой музыкой. Ну, а по поводу плитки, кто бы что не говорил, по ней реально действительно комфортно идти. тут рельеф плитки видоизменен. Возможно, это сделано для инвалидов. Возможно, нет. Честно говоря, я не знаю для чего. фонари еще какие-то фонари. Что это вообще такое? Не могу понять. какие-то штуки вот тут и в землю. Еще одни скамеечки. И такая вот арка на вес под ними, чтобы спрятаться от дождика. Ничего, красиво. Красиво, а? А в лоду не узнать. Шланги для полива. Есть площадка для настольного тенниса. Правила. Тренажеры есть. Сейчас мы обязательно это все увидим своими глазами. Вот, собственно говоря, тренажеры. Вот тут дети и взрослые могут подтягиваться, заниматься другими циркультурными занятиями. Единственное, что тут ужасно воняет потом. Ну и, как мне кажется, что деревья немножко неправильные. Что их засыпали галькой. Прям в гальку засыпали корни деревьев. Это просто цензурных слов нет. Зато есть вот велотренажер. Ну-ка, давайте-ка сейчас прокатимся. Прикольная вещь, конечно. Это стойка для отжима. Ну как, нравится новый сквер? Нет, тренажеры здесь действительно хорошо сделаны. И вот, опять-таки, я все не налюбуюсь на асфальт, он разный, но по нему ходить очень удобно. В данном случае здесь какое-то матовое покрытие. Тоже, как тренажеры. Что это за... А, это держать равновесие, что понятно. Ну, это понятно. Это для сжимов всяких там стоек, брусья, канат даже есть. Он парнищик занимается. И, конечно, да, приятно, приятно вот эта зеленая трава. Прям хорошо. Прям видно, что поливает прям. Зеленая это октябрь. Сейчас октябрь. Это вообще круто. Да, неплохо, неплохо. Вот, конечно, нужны площадки и для других видов спорта здесь. Не только для настольного тенниса, для уличного баскетбола, например. А мы идем дальше. Вон, школа 170 виднеется, в которой я учился. здесь на этой камере не виднеется. Да, 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 отсюда. Цветы. Есть, кстати, скамейки для спины, а если просто хотят посидеть, есть и такие скамейки. В общем, разного рода скамейки есть. Это меня приятно радует. Не, неплохо, неплохо. Сейчас, между прочим, идем по территории знаменитого рынка Lotus 2, который был снесен, чтобы построить этот чудесный сквер. Али рынок для легендарной и является ключевой в моей биографии, потому что здесь почти у чурок-барыжей. Вон там стояли палатки, да, там дальше был так называемый Чуркистан, а чтобы попасть на остановку Авроры приходилось обходить по, ну, почти по Авроре. сейчас ничего такого нет, просто молодцы, удобно прогуливаться, а молодцы, что не стали эту территорию застаивать какими-то топорылыми зданиями и торговыми центрами. суши, ну, вот, ну, собственно, газон, конечно, крутой, это вот, что не отнять, трава прям сочная. Я пойду прям по газону. Так не надо делать, конечно. Вот эти еле посадили еще молодые, прям вырастут, будут в самый раз. вот и вот еще одна как бы тротуарная плитка немножко другого типа, но идти все достаточно удобно и комфортно. Это не как вам в ботаническом саду, когда дорожки засыпали щебенкой и сказали, что так типа люди ходят и им типа так удобнее. Здесь все-таки подошли к этому делу более профессионально. Это прям чувствуется. А вот и главная красавица на Новый год. Действительно и маленькие ели, и большая елка. украшенная гирляндами. Ну и лавочки для сидения полукругом. Действительно территория здесь облагородилась. Единственный недостаток это вот постоянное любование на пробку то в один конец горы, то в другой. Сейчас куча пробков в сторону южного моста идет. А вечером будет оттуда до центрального вокзала и дальше. что здесь не хватает так это действительно больших деревьев они есть, но их слишком мало. И должны быть они посаданы здесь, чтобы отдыхать и не видеть вот этот загазованный пыльный город. Сейчас пробка чуть-чуть рассосалась, но не менее она здесь бывает такого масштаба, особенно в пятницу, что мама не горюй. вот это интересное деревце. Как называется я не знаю. Уже она почти завяла. Осень все-таки на дворе, мне нравится. И вот я не знаю, он очень неплох, неплох. кто-то читает, кто-то просто отдыхает. А мы идем к фонтану. вот так вот раз и все и остановка. Раньше приходилось идти чуть ли не по прайси части. Вон там он помню стоял варек и я туда часто бежал со школы жвачку покупать. Слушайте, я честно думаю, что будет хуже, но нет, мне понравилось. Сквер бульвар. Ну и подбираемся главной жемчужине нашего любимого теперь уже сквера. Это фонтан. Но перед фонтаном я еще вам покажу цветочки. что интересно здесь вот все таки ступеньки да здесь нет полной беспорядной среды а он там уже можно и с коляской погулять но все равно какое-то маломальские значимые препятствия все таки есть и вот сейчас вы видите на своих плянах все переходим к самому фонтану давай давай поднимайся Повыше, да? Повыше, да? Столь интересное решение, что струя воды поднимается вертикально вверх, обычно я привык к несколько другого рода фонтанам, и заметьте, что октябрь, обычно фонтаны отключают в сентябре, но на наше часе их не отключили пока еще. О, это прям вообще. И голубям удобно. Всем удобно. Ну, чего я не понимаю, так это почему, вот, допустим, если я инвалид, живу в этом доме, да, и вот вышел там подъезд, вышел сюда, здесь еще можно на коляске забраться, а здесь приходится делать вот такой вот трюк, то есть нет оборудованной площадки, чтобы прям к фонтану, обязательно надо как-то объезжать, обходить сбоку. Ну, тем не менее, это можно считать, что это мелкая недоработка. на фонтан, конечно, можно любоваться бесконечно. А это вот оборудование непосредственно самого фонтана, естественно, подземный бункер, туда спускаешься и отключаешь, и включаешь фонтан, подсветку и так далее. Может что-то еще есть, но ключ закрыт, а у меня нет замка. тем не менее, обратите внимание, они как эффектно все-таки выполнен воздуховод. Такое ощущение, как будто это какой-то секретный вход в какой-то секретный бункер. На самом деле это просто управление фонтаном, наверное. Да, конечно, никто секретный бункер на открытой местности не стал бы делать. Ну что ж, я думаю, что на этом мы, наверное, завершим свой репортаж. Спасибо за внимание. Пока-пока.